Привет, ребята, вы в эфире, давайте представимся. И вначале, уважаемый докладчик, давай, расскажи о себе. Привет, привет, меня зовут Андрей, я работаю в большой компании S7 и в ее подразделении S7 TechLab. TechLab – это такое не очень большое подразделение, которое занимается всякими инновационными штуками от блокчейна до сервисов рекомендаций. Подожди, подожди, а теперь у нас в качестве эксперта Антон. Антон? Всем привет, меня зовут Антон, я работаю руководителем направления разработки больших данных в компании SberMarket. Ну, не знаю, что еще рассказать. Занимался всем, что связано со всякого рода бэкэндами, базами данных, последние пять лет занимаясь стэком у Hadoop и все, что рядышком с ним находится. Окей, у нас сейчас в онлайне есть люди, которые пытаются понять, на какой доклад им идти, поэтому, Андрей, не мог бы ты рассказать, кто обязательно должен послушать твой доклад? Конечно, во-первых, те люди, которые еще пока только задумываются о том, нужна ли им дата платформа, которые попали на нашу конференцию, им стоит зайти, посмотреть, посмотреть на те шишки, которые мы набили, те выводы, которые мы сделали из построения своей платформы. Конечно же, те люди, которые уже что-то строят и хотят посмотреть, что другие уже успели сделать, может быть, им что-то надо поправить. Ну и, наконец, те люди, простые дата-инженеры, к которым прибегает архитектор из башни слоновой кости и кричит странные слова типа дата-меша, дата-лейка, дата-бас и прочих страшных вещей. Понятно. Ну, наверное, тогда стоит переходить от общих слов собственно к самому докладу. Давайте переключимся на Андрея и посмотрим, что будет дальше. Вперед. Андрей, ты в эфире. Привет, привет. Да, итак, мой доклад это Entprise Data Platform. Инфраструктура данных как полигон для проверки бизнес-гипотезы. Итак, что здесь происходит? Кто мы такие? Мы авиакомпания Seven или Сибирь, как она известна многим, кто живет дальше МКАДа. Это второй авиаперевозчик в России. В 2020 мы стали первым. Не сказать, что это случилось благодаря каким-то большим усилиям, но так сложилась жизнь. Мы пережили этот год. Мы стали сильнее. Мы неплохо держимся. И мы продолжаем развивать наши разные сервисы, в том числе и для наших людей. Seven Tech Lab – это подразделение, которое занимается всякими разными инновационными штуками. У нас не так много людей, всего 50 человек. Большинство из этих людей пишут код, даже SEO, даже я, CTO. А в подготовке этой презентации участвовал даже наш экономист, который все одобрил и сказал, что он даже все понял. Кто я? Я Андрей. Я не так давно стал CTO в Seven Tech Lab. Все время, пока я тут нахожусь, я техлит платформы данных. Все, про что я буду рассказывать, это то, где я ковырялся в последние три года руками. Характер дата-инженерный. Женат. И веселая деталь. Не так давно умудрился переболеть самой модной болячкой этого сезона. Итак, о чем же мы рассказываем? Рассказываем о некоторых предсторических предпосылках, как в Seven появилась и развивается платформа данных. Как мы случайно обнаружили, что что мы делали, называется теперь модным словом дата-меш. Что у нас получилось, что нет, естественно. Кому интересно слушать только права беды. И какие классные штуки у нас получились в процессе. Кому мы это рассказываем? Как я уже сказал, тем, кто только строит платформу. Тем, кто ее уже делает или сделал. И ищет новые идеи. И тем, кто хочет понимать все базворды, которые ему накидывают. Как построен наш рассказ? Это три акта с двумя антрактами. Есть введение и интроспекция. Есть повреждение и действия. Есть эпилог и заключение. Между всеми этими действиями можно вбрасывать вопросы. Вопросы будем зачитывать из чата. А потом можем подискутировать. Итак, часть первая. Введение. Зачем нам все это понадобилось? Как и любая компания, которая работает давно, мы накопили достаточное количество данных, чтобы в принципе начать их анализировать. Естественно, сначала все строилось на классических хранилищах. И архитектура данных заточена была преимущественно под отчетность. То есть это классическая кооперативная хранилища данных, поверху BI и отчетность за последние несколько лет. Классические команды. То есть в УКЕ есть разные core команды, которые перекидывают через стенку друг к другу задачи. И этот процесс, он не быстрый. Отчетность строится, все вроде хорошо. Но поиск и получение доступа к данным занимает недели. Это, в общем-то, в тот момент, когда началась так называемая продуктовая разработка в компании, это стало проблемой. Ну и, конечно же, в такой структуре слой мгновенных данных в принципе отсутствует, потому что мы, окей, накапливаем данные и эти данные потом смотрим. Но что у нас происходит в моменте, мы не знаем. И бизнес, естественно, по этому поводу в какой-то момент начал переживать. Естественно, мы, как и большая компания, совершили свои первые шаги и ошибки. Как обычно, первая ошибка была, даже не ошибка, а первая кочка – это то, что внешние люди плохо знают ваш домен, и когда вы приглашаете консультантов, может получиться не совсем то, что ожидается. Например, у того же Oracle есть огромные доменные области, которые они уже описали, и они их внедряют в кучу компаний. Но оказывается, что эти все красивые схемы, они в жизни распадаются и перевоплощаются во что-то другое. Естественно, первый замах на собрать и описать все, он не получился. И, как обычно, сначала вместо DataLake получился DataSone, когда мы все положили, а потом что с этим делать непонятно, и это копится. Окей, надо что-то с этим делать. Достаточно случайно мы пришли к концепции DataMesh, которая была, в общем-то, озвучена, как сформировавшаяся пару лет назад. Есть красивые картинки от Мартина Фаулера, собственно, что такое DataMesh, и, в общем-то, здесь видно, как это себе представляют те люди, которые описали. То есть, как обычно, есть вещи, которые уже существуют на интуитивном уровне, и в какой-то момент приходит умный консультант и говорит, а вот это на самом деле называется так. Вот так и с DataMesh. Окей, у нас есть DataInfraструктура, это наша платформа, где есть некая картинка, которая поддерживает вот эту вот всю большую штуку. И у нас есть продукты и доменно ориентированные сервисы. То есть, у нас все данные разделены по доменам. И это самообразует, ну, в общем-то, сетку из всего, чего только можно. Ну, что классно, были озвучены главные свойства данных, и они классные. Это удобство и легкость обнаружения, наличие уникального адреса, это наше доверие к данным, это понятное описание семантики и синтаксиса, интегрируемость данных и стандарты, которые мы раскатываем по всей организации. И, наконец, безопасность и контроль доступа к ним, что головная боль, наверное, всего интерпрайза, не только в России. И, в общем-то, вот пару лет назад мы задумались, что, наверное, нужно в какую-то другую сторону двигаться от простых систем. И, естественно, первой на ум пришла достаточно модная штука – это центричность. Когда мы подходим к построению наших продуктов, построению наших платформ через данные, когда у нас нашей целью является не построение системы, а построение, в общем-то, некого продукта с данными. Ну и следующим этапом было, что наши уже созданные продукты начали создавать вокруг себя свою инфраструктуру данных, где Data Swamp. И мы начали очень много думать по этому поводу. В общем-то, именно это нас привело к идее, что домены – это наше будущее. Что мы как раз переходим от специализированных команд к кросс-функциональным, в которые уже не отдельная команда аналитики, отдельная команда дата-инженеров, отдельная команда дата-сайенсов, которые друг между другом перетаскивают таски. А это все-таки кросс-функциональная команда, в которой присутствуют все. И все они понимают, как работать друг с другом, все они понимают, как работать с продуктом, все они понимают, как работать с данными, свойственными этому продукту и этому домену. И следующим шагом, в общем-то, от продуктов, которые внутри себя начали это генерить, стало понятно, что нужна единая платформа. И что, в общем-то, раз уже получается, то должны появляться доменные хранилища. И, в общем-то, как раз то, что было потом описано как дата-беш. И, наконец, переход от систем к инфраструктуре. То есть, когда мы уже не создаем там отдельно наш КХД, отдельно дата-лейк, и это все отдельная система с отдельными инженерами, с отдельной эксплуатацией, нет этой единой инфраструктуры, внутри которой могут существовать все системы. И которые снимают головную боль, как и с команд, с точки зрения поддержки этих систем. И, наверное, в небалой мере снимают головную боль с интерфрационной безопасности, которая, наконец-то, получает всю инфраструктуру под свой условный контроль. Вот. Что получилось? Это достаточно массивная штука. Не пугайтесь. Мы сейчас в следующей части все это разберем. На этом вступление закончилось, и можно что-нибудь спросить. Антон? Да, меня слышно. На самом деле, в нашем чате пока вопросов нет, тогда я задам тебе такой вопрос. Вообще, ну, на твой взгляд, чем там дата-меш отличается от того всего, что было? Как ты уже сказал, интуитивно это как бы, ну, все понимали, что так нужно делать, а потом просто назвали это каким-то модным словом, двумя модными словами. Дата-меш. Ну, вот как бы, на твой взгляд, основными такими отличиями дата-меш от того, что было, что является? На самом деле, ну, реально, то есть, дата-меш является, ну, их, естественно, консультанты очень любят называть это смещением парадигм. На самом деле, это не смещение парадигм, это просто эволюция ну, всех тех систем, которые существовали раньше. То есть, если, не знаю, 10 лет назад описанная Дисоном концепция Data Lake, ну, вот она была такая, что это у нас большое и объемное хранилище, что это у нас целая инфраструктура под дата-лейком, в общем-то, следующим шагом для многих организаций стал переход из вот такого, как любят называть силуэт-дейта, к чему-то более гибкому. И там из вот этих больших корпоративных дата-лейков, это, конечно, разговор не про Россию, это разговор в основном про ребят, которые там на Западе, они перешли к разделению сторожей компьютер, переход к так называемым гибридным технологиям Cloud Native, и стало понятно, что уже можно не сосредотачивать прям всю экспертизу в одной core-команде, чтобы она все делала, потому что вот это ее геморрой, ее большой ходу, в этом ходу она сидит, ковыряется, страдает от всего, чего только можно. Эта команда закрывает дыры, которые опять находят безопасность. А тут оказывается, что окей, ты можешь взять команду, сказать, вот парни, вы теперь инфраструктура данных, вот занимаетесь вообще всем, оставьте core-команду, вот она будет страдать, или за нее будет страдать, например, команда Амазона или там какого-нибудь Майкрософта, вот пусть эти ребята страдают, и в итоге у команд освобождается много ресурсов на то, чтобы заниматься какими-то интересными штуками. А, и тут оказывается, что вот внутри всего этого органично появились доменные штуки, и продуктовые команды, по сути, у них развязались руки, что они могут уже к себе набирать людей, которые, пользуясь инфрой, могут создавать вот в этой инфраструктуре уже свои штуки, не перекидывая через стенку core-команде какие-то задачи. Ну и поехало. То есть, я не могу сказать, что DataMesh принес что-то прям вот такое невероятно новое, сменил, разорвал парадигму. Нет, это хорошее, классное развитие идей, то, к чему приходили долгое время. То есть, по сути, 10 лет двигались к тому, чтобы потом это обозвать DataMesh. Вот. Окей, спасибо. Здесь у нас назрел вопрос от коллеги. Столько плюсов в DataMesh, а где минусы? Вот. Что является основной проблемой DataMesh? Про это мы еще поговорим. На самом деле, основным минусом, то есть, как обычно, на бумаге все красиво у DataMesh. То есть, вот такие у нас есть такие команды, каждая из них продуктовая, каждая из них занимается вот развитием домена, но только там есть прям два таких жирных минуса. Первое. Продуктовая команда занимается в первую очередь продуктом. Ей, ну, если с ней там не разговаривать, если к ней там не приставлять специально обученных людей, то ей плевать на всех остальных. Ну, это логично. У нее продукт. А то, что там кому-то нужны какие-то данные из ее домена, ну, это вторично. И тут там, тут привегут как раз DataOfficer, которые скажут, не, ребята, делать надо все-таки, как надо, у нас есть там политики и прочее. Соответственно, хаотично это не родится. Увы и ах. А другая проблема, что на самом деле домены, как интуитивно можно догадаться, они не являются четко нарезанными полянками. И это все-таки достаточно непрерывные штуки. И там, накладывая какие-то границы, разрезая иногда эти домены, ты можешь напороться на то, что домены не делятся, и люди начинают друг друга отнимать с куски доменов. Вот. Это вот, наверное, такие два самых больших, не то что минуса, а два больших допущения, которые делает DataMe. Что мы все хорошие, и что домены у нас прям четко разделяются. Пока у нас вопросов нет. У меня есть несколько вопросов, но, наверное, я их отложу ближе к концу, когда ты, собственно, расскажешь про то, что у вас получилось и к чему вы пришли. Вот. Предлагаю, наверное, двигаться нам ко второй части. Поехали дальше. Часть вторая – это, в общем-то, то, что мы строили-строили. И тут надо сразу сказать про важные штуки. Иногда там во многих докладах, во многих красивых презентациях от консультантов кажется, что классический КХД – это там легоси, избавиться и выкинуть. Но обычно это не получится, не избавиться, не выкинуть, потому что, ну, например, у нас это очень важная штука, которая, по сути, образует собой целый домен отчетов о продажах. И это все-таки один из источников, где люди следят за данными, где люди следят за качеством этих данных, и это все-таки, ну, там, по еще одной концепции – это наш золотой слой. BI – это наш главный друг, потому что мы можем сколько угодно делать классные технологические штуки, но без команды, которая создает отчеты красивые и показывает их всем вашим топам, вы никогда не докажете, что вы сделали что-то хорошее и что-то удобное. Ну и, наконец, важная штука – это MDM, Master Data Management, научно-справочные системы – это то, чему мы должны доверять, то, чему мы всегда доверяем. То есть это та система, которая нормализует все наши справочники и, в общем-то, следит за качеством этих справочников. И это, в общем-то, очень важно с точки зрения доверия к системе. Мы, в общем-то, получаем классные справочники именно благодаря таким системам. Интеграционная шина – это то, что мы, в общем-то, любим. Это так называемый ESB, Enterprise Service Bus. Это тоже вещь, которая пришла к нам издалека, это интеграционные шины компании, то, где у вас могут быть преобразованные сервисы, там, где они могут быть безопасно проинтегрированы, проброшены вовне, проброшены вовнутрь. И тоже это то, без чего нас сложно представить, еще труднее понять. И эти ребята, в общем-то, они образуют целые свои системы, даже внутри, со своими легоси, если брать наше хранилище данных, то там наблюдается постепенный переход от Oracle к Vertica. Да, целое поле для дискуссий. Есть старые самописанные BI-системы, которые переходят к BI на табло. У нас очень классная таблошная команда. Наши ESB и Enterprise Service Судя по всему, Андрей немножко… Андрей? Ты нас слышишь, Андрей? Так, я отвалился. Да, мы теперь… Ну, я тебя, по крайней мере, слышу. Давай. Ты меня слышишь, Андрей? Я тебя слышу. Отлично. Ну, видимо, это… Поедем дальше. А я не могу ее запустить. Все. О, классно. Я вернулся. Итак, снова про мастер-дата-менеджмент. Это, в общем-то, система, которая занимается нормализацией всего, то есть там есть разные хранилки, есть месседж-брокеры и там есть базовое хранилище в виде корс-системы. Вот они ухи напозлися. Вот. И там для легоси-системы на Oracle, ну, это просто старые таблички. И вот из той монструозной схемки у нас начинают проступать некоторые штуки, которые, в общем-то, видны. То есть у нас есть наша КХД, у нас есть наша интеграционная шина, она пока что отдельно, дальше покажем, как это в ней происходит. И есть MDM, мастер-дата-менеджмент, который предоставляет реферсную дату туда-то сюда. И вот мы уже получили первую звезду от датамеша, потому что эти данные, которым уже доверяют в организации. Соответственно, с ними нам придется всегда работать и с ними придется взаимодействовать, потому что это то, чему уже верят. Переходим, в общем-то, к нашей инфраструктуре. Это сервис как стиль жизни. Мы построили множество разных штук для того, чтобы инфраструктура была отвязана от продуктов, чтобы у нас были и контейнеры как сервис, и хранилища как сервис, и база как сервис, и еще многое другое. Как, в общем-то, это выглядит? У нас контейнеризация на базе OpenShift, у нас большое с 3 совместимое хранилище Storage as a Service на базе Minio, у нас есть аналоги амазоновских баз в виде Database as a Service на Postgres, и есть большой инстанс ссылы, который выступает как кивалую как сервис. И эти ребята, в общем-то, уже нам обеспечивают еще пару звезд. Это то, что они являются стандартом с точки зрения данных и сервисов, и они уже полностью понятны, как закрыты от всеразличных взломов и тому подобные. Поговорим уже непосредственно о платформе данных. В общем-то, как обычно, все начинается с того, что есть Data Lake, и Data Lake немножко меняет свою роль. То есть это не держатели данных, а это команда, которая учит всех наших Data Officer, Data Owner и Data Steward, как им обращаться с данными. Это платформа, которая позволяет внутри себя строить конвейеры данных и принимать к себе на деплое. Это все уже на базе стандартизированных штук. И шаблоны политики. Шаблоны у нас это в виде, например, стандартизированных спарковых джабов, стандартизированных образов Airflow, которые уже поднимаются на всей нашей инфраструктуре, и в этой инфраструктуре безопасно и по нужному регламенту живут. В общем-то, выглядит это так, что Data Lake это, по сути, сервисы поверх минио и опеншифта, и построенные на Airflow и на спарке. В основном на спарке есть, конечно же, еще куча всяких штук рядом, которые могут использовать команды в силу необходимых обстоятельств. И, в общем-то, весь сон всяких правил Data Governance по классическому кружку из дамы, он у нас тоже присутствует. То есть это и от политик разных, то есть и по нашему шине данных, и по нашим метаданам, и по политике по Data Quality. Естественно, naming convention для всего, чего только можно, то есть то, как можно называть сервисы, чтобы они были, условно самоописывающими. Это и общий подход документации, это и матрицы доступа, и, наконец, политики дат-виртуализации, дат-федерации. Какой мы, в общем-то, получили опыт? Data Lake это инструмент, а не самоцель. Естественно, мы первым делом столкнулись, что окей, строим Data Lake, все положим туда, все из топиков капки свалили туда, все со всех FTP свалили туда, все со всех, весь cold storage свалили туда. И, естественно, получается Data Swamp. Преодоление всего этого, оно связано в первую очередь с тем, что, ребята, не сваливайте все, ребята, сразу же думайте о том, кому это и зачем нужно. Потому что иногда данные с FTP, которые вы уже кладете второй год к себе в Data Lake, а ими никто не пользуется. Всегда сверяйтесь. Нужны ли те данные, которые вы к себе свалили? Это должно быть удобно людям. И, наконец, это должно быть описано. То есть то, что я говорил, что политики надо приготовить заранее. И шаблоны сервисов помогут людям пользоваться вашим Data Lake. Тем, что можно здесь набить, это просто предоставлять Data Lake либо как сервис, как приходите и сами разбирайте, что лежат. Это плохо. Мы так не стали делать. И там еще одна крайность. Это мы Data Lake. Мы сами решаем, кому что отдать и каким образом обрабатывать. Это тоже проблемный подход, потому что тогда вы становитесь узким городом. Наш любимый датабас – это, в общем-то, шина данных. И здесь, на самом деле, все идет от того, что мы хотим у себя держать и real-time данные, и создавать транспорт данных, и, в общем-то, как-то контролировать эти данные. Здесь нам, на самом деле, на помощь приходит Kafka и ее конфлиент-часть. У нас пока что комьюнити. Мы там реализовали много всяких интересных штук для того, чтобы контролировать схемы, контролировать то, что люди туда пишут. Самостоятельно построили даже свой аэрбак. Вот. Какой опыт из построения датабас мы вынесли? Что держите баланс между свободой и хаосом. С одной стороны, сильно запрещать, чтобы сообщения не сохраняли полную совместимость – это плохо. С другой стороны, вообще давать людям писать что угодно, куда угодно – это тоже плохо, потому что вы потом не сможете разобраться, что у вас происходит. Не злоупотребляйте change.capture. Что такое change.capture? Это, в общем-то, ловля всех изменений в ваших базах и отправление этих сообщений в топик Kafka. Почему это может быть плохо? Мы столкнулись с тем, что, например, некоторые системы попробовали строить интеграцию на change.capture, и в итоге на каждое изменение мы могли в базе, в соответствии с ее архитектурой, мы могли ловить сотни сообщений просто в Kafka и складировать их куда-либо становилось сильно накладным. А учитывая, что еще кто-то пытался на этом интегрироваться, еще и переделать это было потом сложно. Но мы с этим справились. Мы, в общем-то, отказались от интеграции на change.capture. Мы все-таки сделали интеграции через нормальный транспорт данных. И, естественно, все, что у вас происходит, тоже должно быть описываемо, чтобы вы, простите, могли потом понять, что происходит. Ну и еще пару, в общем-то, прикольных вещей. Это даткаталог. Даткаталог, он чем занимается? Он сохраняет у себя данные о данных, так называемые метаданные, то есть где у вас что лежит и для чего она нужна. Он работает жизненным циклом данных, data lineage, то есть что из чего получилось и что с этим теперь делать. И, наконец, он обеспечивает всем клиентам поиск и распространение этих данных. После долгих мук выбора у нас был выбран Allation за счет того, что у него были классные референсы из других авиакомпаний. Здесь я не могу сказать, что Allation является серебряной пулей. Ребята, пользуйтесь разными даткаталогами. У всех у них свои ограничения, свои фишки, в том числе и опенсорсные. Мы пробовали, например, фреймворк от Lyft.ar. Он классный, прикольный. Единственная проблема, что когда он попадает в руки аналитиков, они не знают, что с ним делать, поскольку заведение данных туда, оно непростое. Allation сам все отсканирует, сам предоставит данные для аналитиков. Это, с точки зрения пользователя, удобно. Полученный опыт. Думайте о метаданных сразу. В чем была наша проблема, что даткаталог мы достаточно долго внедряли. Поэтому у нас натопилось множество данных, которые либо не описаны, либо описаны далеко не все. Естественно, мы это все героически побороли, но в какой-то момент пришли к пониманию, что данные надо записывать, поэтому половина данных у нас была описана заранее, и это нам сильно помогло. Конечно же, думайте о пользователях. Даткаталог должен быть удобен простым аналитикам и бизнес-пользователям, чтобы они нашли все данные, которые есть. Не увлекайтесь. У нас, собственно, был классный кейс, когда вдохновленные описанием всего и вся, мы попробовали описывать, подкладывать метаданные даже в сообщениях, и не в топиках, что в некоторых топиках привело к несколько трудным результатам дальнейшего анализа. Следующая важная штука – это Data Federation или Data Virtualization. Это такой класс решений, который позволяет вам создать единую точку для анализа данных. Здесь очень много всяких решений, на самом деле, от классических собственных разработок, даже на том же Spark, через всякие в меру open-source решения, типа Greenplama, у него есть специальный модуль для этого, или Presta, правда, там все фишки для этого, у него есть Starburst. Чего тут хочется, это максимально простого интерфейса, чтобы, опять же, ваши бизнес-пользователи могли этим инструментом пользоваться, и чтобы поиск, обнаружение и работа с данными они не занимали много времени. Другая важная вещь – это, естественно, интеграция с BI. Тоже об этом надо подумать, чтобы ваша BI-ка могла спокойно ходить в то решение, которое вы выбрали. А мы, в общем-то, наковыряшись с open-source штуками, наковыряшись со спарковыми коннекторами, пришли к мнению, что нужно все-таки с кем-то скорешиться, и для реализации данных как сервиса мы выбрали Dreamio. Dreamio – достаточно прикольная штука, она помимо всех вещей, которые были нам нужны, она себя включает в некое подобие материализации Oracle, когда вы в итоге можете то, что вы там анализировали, сохранить в виде паркетиков и потом где угодно открыть, как угодно дальше с этими данными ковыряться. Полученный опыт. Заботьтесь о пользователях. Это очень важная штука, потому что, как и даткаталог, вот инструмент виртуализации данных – это то, на что смотрят люди, то, с чем люди работают. Важный опыт – это не используйте для интеграции совсем подряд. После того, как люди увидели, что это классная штука, в которой можно через REST API пробросить свои паркеты куда угодно, оказалось, что если это слишком много платить, то можно огрести проблему. Ну, работайте с этим аккуратно. И, в общем-то, как в итоге выглядит вот этот кусок непосредственно платформы работы с данными – это вот эти компоненты, которые заключены внутри и к которым приходило множество стрелок. То есть, в этой платформе мы диктуем наши политики, в этой платформе мы рассказываем, как работать с данными, в этой платформе мы присматриваем за тем, что, куда и зачем положили. Здесь же мы поддерживаем компоненты в виде шины данных, в виде даткаталога и в виде данных как сервиса. И вот у нас уже на схемке появилась куча других элементов. И вот у нас уже клиенты могут получать данные. Вот, соответственно, и через интеграционную платформу все эти данные в виде стримов, данных с чего-чего только можно, и метаданных вокруг них впадает в нашу дату-платформу. То же самое, там, наша ДВХ туда, например, складывает архив, то есть это используют как cold storage, и подключается туда со своим же cold storage обратно, опять же, пользуется и складывает туда метаданные. И ко всему этому могут в том или ином виде подключаться наши пользователи. Окей, классно. То есть они могут искать в платформе данные, и они туда могут кидать адхоки, они, если ему очень хочется, могут работать с сырыми данными либо в виде стримов, либо вообще архивов. И вот, в общем-то, мы пришли к тому, что вот этот нижний слой, дата-инфра, он у нас уже есть, классно, но где же данные? То есть инфраструктура есть, теперь в эту инфраструктуру надо положить данные. И вот теперь мы поговорим о наших классных доменах. К чему мы, в общем-то, пришли? Что все данные компании, они разделены на N доменов. Домены, естественно, это не какая-то постоянная вещь. Домен может жить, может развиваться, может даже умирать. Он может разделяться, и вокруг него могут образовываться всякие разные сателлиты. Естественно, наше хранилище данных, это тот ответственен за то, что происходит в домене. То есть какие данные-то кладутся, как они обрабатываются, и как с ними работают как разработчики, так и пользователи. Референсная архитектура вообще, в принципе, того, как может выглядеть домен данных. То есть здесь видно внизу, это, в общем-то, разные enterprise-платформы. Это вот эта вся дата-инфра. Ну, а сверху огромное количество всякого обработанного. То есть это то, как, в принципе, домен данных может использовать и отдавать дальше данные. То есть, например, клик-стрима сайта или стрима продажи билетов. Мы можем получать разные сырые данные, эти данные обрабатывать, раскладывать их по нормализованным, запорченным и прочим данным, в итоге создавая некий серебряный золотой слой и отдавая дальше пользователям те или иные вещи. То есть либо через... дальше после обработки в стрим, либо дальше в шину данных. Итак, домена. Вот наш борт. Он совершает перелет. Здесь сколько доменов? Это интересный вопрос, потому что это как раз к тому, что данные, они не являются дискретной вещью. Они все-таки достаточно кончинуальные и вокруг себя образовывают кучу всяких разных условных полутонов. Один здесь, ну, вот вроде бы рейс. Ну, нет, вроде бы тут еще борт. Классно. Парочка. Ну, вроде хорошо, вроде рейс уже разложили. Так нет же, тут у нас еще пассажиры на этом борту летят. А еще там экипаж. А еще потом, после того, как мы пролетели, мы начинаем анализировать наши продажи, и это еще один домен. Домены здесь на самом деле присутствуют все. То есть один рейс может задержать все домены. И есть ли здесь кто-то главный? Есть ли здесь границы? Ну, так кажется, что, по идее, вот раз рейс, вот он является таким связующим звеном, то он, наверное, здесь самый главный. А на самом деле нет. Становится только хуже. Поскольку, если мы чуть шире смотрим, то у нас, наш персонал, он работает и с клиентами напрямую в виде колл-центров, и с авиасудами тоже напрямую, потому что это наши техники, обслуживающий персонал. А еще клиенты летают разными рейсами, еще разные авиасуды встречают разные полеты. И, в общем-то, надо здесь разруливать. И здесь мы пришли к тому, ну, то есть то, что... То, где ты оказываешься один на один со своими данными и должен понять, а как тебе с ними обращаться. Мы для себя выбрали пять таких принципов, как мы работаем с данными и с доменами. Это то, что наши объекты, они хранятся в том хранилище, к домену, предметной области, к которому они относятся. Ну, и тут, то есть, если это рейс, то да, понятно, что он относится к домену flight. Но если это борт, если это самолет, описание этого самолета и его там телеметрия, понятно, что это у нас в нашем домене aircraft. А если это клиенты и его свойства, то они в кастинге, ну и так далее. А вот атрибуты могут находиться в том хранилище, частью которой является этот объект. То есть, если у нас частью пассажира является то, за сколько он купил билет, то это будет в домене продаж. Или частью пассажира является рейс, которым он пролетел, это уже домен flight. Ну, естественно, тоже тут нельзя четко провести границу, а где же кончается вот это вот свойство другого домена. Мы здесь все-таки пришли к тому, что прежде всего анализируется, какой бизнес, какой продукт использует эти данные. И уже не конкретно реализация где-то. Вот. Связь, в общем-то, хранится там, где она образуется. То есть, окей, клиент купил билет, это значит его ссылка на билет. Ну и там к рейсу, значит ссылка на рейс. В общем-то, тут такое сложное, это как, в общем-то, мы создавали идентификатор, потому что это тоже было сложно, каким образом мы, в общем-то, можем соблюсти вот все принципы, все звездочки, которые мы бы хотели. То есть, данные должны быть адресными и полученными откуда-то. И вот мы выбираем, какому идентификатору мы доверяем. И какой опыт из этого всего мы получили? Что на самом деле дико важными людьми во всей этой структуре является, как владелец данных, ну то есть обычно главный продукт или главный аналитик. Дата-стюарды, это там опять же может быть либо главный аналитик, либо там самый умный дата-инженер в команде, то есть, который понимает, где что лежит и зачем. Наконец, дата-офисеры. Дата-офисеры – это те люди, которые присматривают, чтобы во все и в этом доменном безобразии было все строго всем нашим политикам. Границы размыты. Никогда не рубите с плеча. Мы долго прикладывали с линейкой к доменам и в конце концов поняли, что разграничить можно, но все равно придется соблюдать некоторые правила, чтобы не воевать. Ну и, конечно, не паникуйте. Если у вас не получается разделить настолько доменов, сколько вы себе задумали, возможно, надо просто подумать еще. А кто здесь главный? А главные здесь, на самом деле, все. То есть, каждый домен, но он обладает своими свойствами и, как, в общем-то, вы поняли из принципов, в каждом домене создают свои уникальные данные, которые могут быть связаны с другими. И что же в итоге? В итоге получается достаточно аккуратная схема, в которой дата-платформа нам поверх всей нашей инфраструктуры говорит, как этим заниматься, а уже все различные наши сервисы, они общаются друг с другом и могут в том числе и напрямую. И все это, в общем-то, достаточно эффективно живет. На этом вторая часть все. Есть ли вопросы? Да, у нас появился вопрос от Олега. Как решается противоречие, очевидно, при распределении по доменам и исключении дублирования данных? Есть ли какой-то архитектурный контроль модели данных? Архитектурный контроль модели данных, естественно, есть. То есть, ну, на самом деле, как у нас это делается, это делается достаточно демократично. У нас есть, ну, там, условно, ну, с разной каденцией повторяющаяся, так называемая, встреча по датцентричности, которую ведет наш СДО, на который ребята из домен на хранилище, архитекторы рассматривают, что же у них получается, то есть регулярно, то есть какие там новые какие-то элементы появляются, новые связи вырастают, и правильно ли эти связи были отнесены. Ну, и следят за выполнением этих пяти принципов, которые я назвал. То есть дублирование вот отсекается как раз с теми вещами, что там, где связь возникла, там она должна оставаться, вот, а дублировать ее не надо, это вот задача как раз доменных хранилищ интегрироваться в правильной, в достаточной форме, чтобы не приходилось дублироваться. Да, конечно, иногда это возникает, но это скорее такие инциденты, которые мы каждый раз разугливаем. Да, бывает, да, контролируем. Окей, спасибо. Следующий вопрос у нас. Что делали, если домен не хотел овнить свой домен Data Warehouse? Если приходит к тебе команда, говорит, нам вот круто было бы, чтобы данные где-то у тебя лежали, но сами мы это делать не хотим. Ну, на самом деле, ну, как к этому пришел наш CDO, то есть, я как бы там, ну, то есть, с моей части обычно это все как по технике правильно, а там с точки зрения CDO, как это там идеологически верно, то есть, стать на броневик и произнести пламенную речь. И в этом отношении, в общем-то, да, то есть, мы встаем на броневик, мы произносим пламенную речь, почему это важно, почему это важно для продукта и начинаем выяснять, а почему они этим не хотят заниматься. Иногда просто бывает, что у них там не хватает ресурсов и им нужно помочь команду там, усилить какими-то крутыми чуваками, чтобы они помогли им это все построить. Вот. Но, с другой стороны, в этом тоже особо беды нет, потому что у них уже есть вся инфраструктура и, по сути, они и так в ней живут. То есть, они говорят, мы не хочем ничего делать, но дайте мне базу, вот у тебя уже база, где ты хранишь свой домен. Дайте мне там хранилище, а вот у тебя уже хранилище, и тебе уже говорят, как туда класть данные. И ты, генеря данные, уже соблюдаешь принципы своего домена. И вот через какое-то время ты обнаруживаешь, что ты владелец домена. Ну, если я правильно понял вопрос, здесь вопрос, как бы, ну, немножко про другое. Что там, условно говоря, приходят к тебе какие-нибудь HR и говорят, типа, нам бы круто было бы иметь какие-то свои отчеты, чтобы они были в BI, но у нас лапки, мы ничего в этом не понимаем, мы не хотим этим заниматься, мы хотим отчеты. Нет, с этим это все ребятами классно. Они не генерят свой домен, они пользуются данными доменов, которые уже есть. То есть, смотри, им нужны отчеты. Все классно. Для того, чтобы они могли собрать это все, ну, мы говорим, ну, вот хорошо бы, чтобы у вас был человек, который хотел бы SQL уметь. Ну, обычно такой человек находится, он там выделяется откуда-то, там, из пула аналитиков, например, корпоративного хранилища данных, то есть, там, ребята, они там не всегда на 100%. Вот, например, классный пример, что у нас есть наш став, Data Warehouse, где как раз то, что интересно HR, все о людях. Этот домен о наших людях, и в этом домене у тебя есть все нужные данные, вокруг этого уже там построены так называемые Human Resources Management System, в том числе там с некоторыми вендорскими кусками, но мы там запиливаем тоже свои сервисы. И окей, HR говорят, что вот в эту команду мы хотим что-то сделать. Вот та команда говорит, окей, мы вот формируем у себя внутри там некое продуктовое подразделение и пилим для них сервисы. А если что касается аналитики, то окей, вся инфраструктура есть, они идут в наш DAS, в наш Dreamio, в Dreamio собирают отчетность, потом, по сути, из Dreamio там прям кнопка посмотреть в табло. Окей, это загружается в табло, сохраняется отчет, все, и HR счастливы. Ну, то есть, по факту, если подытожить, есть два варианта. Либо вы усиливаете команду, и в какой-то момент люди все-таки понимают, что они начинают оунить свой домен, но либо вы просто как бы закрываете эту потребность силами, насколько я понимаю, core команды. Да, core команды, ну, это что, что касается, прям бизнес-пользователей, которые вообще, ну, условно, не в зуб ногой в технику, они хотят просто построить отчет. Для них это вот все есть. Окей, а пока у нас остальных вопросов нет, вопрос лично от меня. Можешь немножко рассказать, как вы обеспечивали всякого рода там security, разграничение прав доступа, защиту перс данных и так далее? Ну, потому что все-таки это довольно sensitive информация, которая у вас есть. Да, ну, смотри, то есть, во-первых, наверное, у нас год только занял написание полиси, ну, то есть, вот мы реально сидели с нашими офицерами и, ну, то есть, по сути, там были опытные ребята из кабан, с которыми мы думали... Андрей, ты, по-моему, подвис. Так. Ну, давай немножко подождем Андрея. Они собрались с офицерами и прописали полиси, писали их целый год, это интересно. Андрей, ты с нами, ты вернулся? Да, я вроде бы с вами. Мы дослушали, что ты вместе с офицерами собирался и вы год писали полиси и правила, как вам жить. Окей. Ну, то есть, по сути, да, мы целый год разрабатывали полиси, почему это заняло столько времени, потому что у нас много разных данных и у нас мы должны соблюдать не только российское законодательство, как вы понимаете, но и европейское, и американское. То есть, мы садили СБ и думали, а как это все разграничивает? Соответственно, из этого рождались политики, что по каким бакетам раскладывается, каким образом выдаются ключи к этим бакетам, каким образом изолируются различные неймспейсы в опеншифте. И, соответственно, после того, как мы это все замапили, то есть, какой домен, где должен жить, он должен жить в каком разделе, ну, условно, то есть, может ли он быть в условно-публичном облаке или исключительно в прайват-облаке? Может ли он вообще использовать внешние облака? И вот это, вот это, мсаня этих всех политик, оно заняло год, а на самом деле имплементация заняла, наверное, месяц, потому что дальше мы с помощью, ну, по сути, групп в Active Directory мы смогли разграничить все права, то есть, например, те ребята, которые не умеют внутри у себя настроить все нужные права, они просто говорят, а давайте мы будем выдавать данные только через инфраструктуру, то есть, либо через Stas, либо через хранилище на меню, либо через виртуализацию данных Dreamio. А в Dreamio вообще есть там всякие прекрасные фишки, типа маскирования данных, когда ты говоришь, что вот этот чувак может колонку посмотреть, а этот уже не может. Ну, то есть, то, что там в Hadoop умел Ranger, я не помню, в центре умеет или нет, только не знаешь, нет? Точно не скажу, потому что, когда у нас была Cloud Air, мы немножко по-другому делали, но Ranger, да, Ranger умеет такие вещи делать. Вот, ну, то есть, Dreamio занимается тем же самым, маскирует данных, ну, и сейчас, естественно, там много всяких проектов по поводу синтетики, чтобы можно было вообще, там, не показывая людям даже внутри персданной, даже если можно, хотя бы как-то потонироваться на данных. То есть, что касается безопасности, это политики, которые касаются разделения, изоляции ресурсов как в компьюте, так и в сторидже, так и в способах предоставления данных. Если кто-то не смог в эти политики, заходит под нас и через нас все данные раздает. Понял, спасибо. Ну и, наверное, для этой части у нас будет завершающий вопрос. Какая модель данных используется для доменов? Data Vault, якорная модель, либо что-то? Да, разная, то есть, на самом деле, то есть, в каждой из них своя референсная архитектура, например, что касается какого-нибудь домена, касающийся самолетов, вот там, на самом деле, базовая модель, она плоская, потому что у тебя это логи, из которых ты даже, ну, ты кладешь огромное количество проекций, которые тебе нужны, они под каждый кейс разные. А что касается классических хранилищ, ну, Data Warehouse, он до сих пор живет по Кимбалу, у них, ну, потому что миграция, но у них идет миграция потихоньку в сторону Data Vault. То есть, вот все, что новое у нас, ребята, архитекторы полюбили Data Vault, все раскладывается в Data Vault, там, Vertica красиво из этого всего умеет генерить проекции, кто-то счастлив, а некоторые, например, базы, они вообще идут через, не через, там, раскладывание моделей данных, а через, по сути, просто это обращение с данными как с ключами, то есть, например, все, что касается так называемых онлайн-слоев, там вообще все по ключам раздается, и иногда даже нет необходимости это раскладывать по какой-то красивой модели, потому что сама сущность, она всегда в ключе, и только этот ключ изменяется. Ну, я еще видел на этой большую схему, у тебя, у вас даже где-то есть манга, то есть, вы какие-то данные просто храните, там, условно, как документные какие-то... Это в Master Data Management, да, у нас манга, именно как документы, потому что, ну, то есть, у тебя, по сути, в НСИ может храниться нормативный документ, и манга прям идеально под это ложится, туда положил, где положит, там лежит. Окей, вопросов у нас больше в чате нету, предлагаю двигаться к заключительной части. Да, все, поехали. И, наконец, поговорим про историю с счастливым концом. Одна из историй, это наш один сервис рекомендации, который за три года перешел от неискочаемого поиска к бесконечному потреблению. Что, в общем-то, происходило. То есть, в 2017 году мы подсчитали, сколько у людей уходит времени на то, чтобы что-то сделать. Ну, окей, ладно, постановка задачи немало, но в итоге что-то получалось, что половина времени не походит на то, чтобы просто получить данные и вообще понять, что с ними делать. И 20% времени чисто на разработку выглядит немножко неадекватно. Как я уже говорил, к этому были предпосылки, что, в общем-то, никаких ни каталогов, ни кросс-командного взаимодействия не было корректно построено. И на самом деле за три года мы недавно измерили, чем у нас занимается наш сервис рекомендации. естественно, немало времени у команды занимает формулирование того, что они будут делать. То есть формулирован гипотез. У Data Science, наверное, если брать время Data Science, наверное, у него прям половина времени на описание того, что он собрался делать уходит. Но остальная команда, она может спокойно чисто кодить. И все-таки уже у команды 60% их пулу уходят на чисто разработку, и это уже, в общем-то, почти кайф. Вот. Хотелось бы, чтобы, конечно, получение данных уходило, стремяющихся к нулю, но это уже просто успех, потому что ребята из этой команды сейчас, они получили возможность получать в разных топиках капки вообще все, что только душа пожелает, и получать их в режиме онлайн, и в том числе получать их по запросу быстро. То есть, поясню, три года назад то, что было в топиках, оно, по сути, получалось через заявку, которую, наверное, согласовывало человек пять. И это как-то не очень хорошо. Теперь, благодаря, в общем-то, написанным полиси, человек сразу понятно имеет право он туда подключится или нет, и как только он говорит мне надо, ему, по сути, в течение часа уже понятно, что можно ему туда или нет, а не ходишься ко всем людям и согласовываешь. И мы, конечно, не банк, мы не настолько сильно забюрократизованы, но я вам сказал, что много бюрократии у нас победили, и это прям кайфово. Естественно, у нас есть и истории с неудачами, есть сказ о том, как мы первый раз проектировали Data Lake, который, в общем-то, родился сначала в виде прототипа, превратился в Data Slump и никуда не дожил. И тут было прикольно, потому что вот пока мы думали о том, а не построить нам инфраструктуру нормальную, то есть с неким Cloud Native. Первый, естественно, подход был, давайте закупим Hadoop, закупим под него сервера, все будет хорошо, все будет классно. Мы тогда сели с нашими архитерами, например, стали читать сайзинг. Я помню, у нас получилось, что мы там за год несколько десятков петабайт данных, за пять лет накопим несколько десятков петабайт данных, при этом, если помните картинку доменов, там есть такой домен Aircraft Data Warehouse, вроде бы, ну, телеметрия с самолетов и телеметрия с самолетов, но вот два года назад было представлено решение от компании Palantir, я думаю, многие знают этих веселых ребят, которые работают с ЦРУ, совместно с компанией Airbus, они поставили на аэрбасовские самолеты систему Skywise, и эта система Skywise, она там с каждого полета могла генерить от терабайта и больше данных, когда мы просто прикинули, сколько этих данных можно генерить со всего нашего флота, с учетом количества рейсов, мы немножко ужаснулись, и, конечно, посчитали, конечно, это все оформили, написали все TCO, и пошли закупать. Закупка у нас заняла почти год, флота, и что самое смешное, мы параллельно с этим запустили нашу инфраструктуру данных, и оказалось, что мы ее сделали быстрее, чем сделали закупку, это просто такой бюрократический эпик фейл, который, ну, слава богу, мы смогли обойти тем, что просто построили инфраструктуру данных, которая, ну, она условно резиновая, поэтому мы ее можем оперативно наращивать вместе с нашими партнерами дата-центрами. Вот, у нас появилось за это время пара классных штук. Мы уже, ну, несколько раз рассказывали, может, даже допишем наконец пару статей про то, как мы Spark OpenShift женили. Это веселая штука, потому что Spark операторы, они обычно живут быстро, обновляются быстро, и те Spark операторы, которые рабочие, они на свежих версиях кубов, а в OpenShift они обычно задерживаются, то есть OpenShift раз в год нагоняет сразу все, что только можно, а еще иногда меняет архитектуру, и что следующий OpenShift ты просто так не поставишь. То есть мы, например, от третьего к четвертому сейчас чешем репу, как переходить. При этом, в общем-то, Spark себя отлично чувствует в кубах, мы написали под это свой миниатюрный фреймворк для деплоя всего, чего нужно, там, от Jupyter'ов до Zepelin'ов и Airflow. DS'ы счастливые, Data Engineer'ы счастливые, даже счастливые аналитики, потому что мы помогли им сделать такую классную вещь, как декларативный DAC. Все к этому когда-нибудь приходят, кто-то их пишет на Ямлах, кто-то их пишет на JSON'ах, мы решили все-таки шить JSON'ы, потому что они чуть меньше ломают, они, конечно, их там, апсы настаивают о том, чтобы все было на Ямлах, но аналитики Ямлов пугаются, потому что это очень такая штука, в которой ошибку можно совершить очень легко. А JSON, его все-таки достаточно легко провалидировать, ну и даже привычная штука, просто JSON, JSON. и по сути сделали для аналитиков путем простого pull-requesta декларативный DAC, где сказано откуда, куда и зачем, чего перекачать. Вот. И, наконец, заключение. У нас как раз уже тихонько истекает время. Любовь и благодарности. Спасибо S7 и S7 TechLab. Спасибо всем нашим командам. Большое спасибо Тохе за помощь и комментарии. Спасибо кураторам этого доклада от SmartData Паши и Даши. Ваши советы мне сильно помогали. И спасибо всем, кто слушал. Вы это выдержали. Молодцы. Советы тем, кто, может быть, вдохновился тем, что здесь происходило. Не торопитесь. Платформа от вас не убежит. Нарубить дров всегда успеете. То есть, мы у себя в процессе нарубили, чуть не закупили 100-500 железа, но в итоге вырулили на более-менее резиновую штуку. Старайтесь решать не таски в бэклоге, а задачи бизнеса, потому что нам нужно все-таки дружить с нашим бизнесом. Смотрите на пользователей. Они подскажут вам путь, куда должны развиваться ваши домены, туда, куда должна развиваться ваша платформа. Инженеры данных, схемные аналитики, аналитики данных, это сатанисты. Мы вас ждем. Пишите нашим HR. С удовольствием увидим вас в нашей команде. Пишите мне письма и сообщения на мейл или в Телеграм. А на этом все. Спасибо за внимание. Вопросы? Спасибо, Андрей. Да, у нас здесь назрело несколько вопросов. Ну, давай в порядке, как они задавались. Собственно, первый вопрос, который был после второй части, просто не успел я его задать. Была ли такая вообще ситуация, и что вы делали, если была, ну, как решалась проблема с дублированием в результате изменения структуры? То есть, например, слияние или разделение компаний? Ну, в твоем случае, наверное, не слияние, разделение компаний, а, возможно, отделов. Нет, нет, все верно, кстати. У нас была большая миграция, у нас была дочерняя авиакомпания «Глобус». Ну, как бы сложившаяся ситуация, что была Севен, то есть, авиакомпания «Сибирь» была авиакомпания «Глобус». Они там слились, наверное, лет 10 назад, и всем они известны как авиакомпания Севен и авиакомпания «Сибирь». И единственное, где вы могли это видеть, это у себя в билете, когда у вас вместо Севен там был написан GH, это «Глобус». Вот, да, это была целая проблема, ну, скажем так, мы выбрали методики миграции данных, то есть это, естественно, это не кейс, который решается по щелчку. Это кейс, который решается продумыванием миграции данных, проверкой того, что вот не случилось ли что-то потом. Да, были дублирования, мы с ними работали, я просто вот немножко не понимаю, как это, как разрулить, разрулить внимательностью и аккуратной миграцией. Ну, понятно, то есть по факту вы взяли данные, ну, насколько я понял, данные другой компании, соответственно, залили их в свою структуру, и потом сделали, там, написали некий чек-лист, что проверить, чтобы все было хорошо. И чек-лист, по сути, ну, то есть были написаны механизмы нормализации данных, то есть, по сути, все было прогнано через те же механизмы нормализации, то есть, чтобы сопоставить людей, чтобы сопоставить, там, рейсы, полеты. Просто, естественно, это не было прогнано, то есть, не предусмотрен механизм для этого. Но есть инструменты, с помощью которых эту миграцию можно выполнить. Соответственно, через все написанные инструменты мы прогнали эти данные и их соединяли. Спасибо, Андрей. Следующий вопрос, довольно интересный, на мой взгляд. Не смотрели вы на Палантир в качестве платформы? Был ли какой-то ПОК на эту тему? Не знаю, MVP или что-нибудь типа того? Мы не можем смотреть на Палантир в качестве платформы, потому что это система, которая разработана в другой стране. У нее сама платформа, она подразумевает использование мощностей, в том числе и в облаках, насколько я помню. И наша информационная безопасность, я думаю, нашла бы там достаточное количество интересных утечек, которые бы не позволили просто это использовать. Ну и, естественно, если бы это была закуплена платформа, то первым делом к нам пришел регулятор и спросил бы, а какого черта? Понятно. Ну, плюс наше законодательство, что данные... Ну, я говорю, что да. Окей, спасибо. Вопрос больше, наверное, такой по поводу менеджмента. Сколько человек работал над внедрением дата-меша? Ну, как бы, мы вроде обговаривали, что дата-меша – это новое просто слово того, что делали все уже долгое время. И, соответственно, какие роли были у участников? Ты, наверное, в процессе доклада это безусловно рассказал, просто давай некогда сам... Давайте подсвечу. Да, у нас это... Ну, условно, то есть, давайте так, в каждой из команд от пяти до семи человек, то есть в каждом из доменов, то есть это разработчики, дата-сайентисты, где они нужны, и ребята, дата-инженеры, дата-аналитики, вот, и на самом деле в дата-платформе у нас вообще все это время вот все эти дата-басы, полиси и прочее разрабатывало пять человек. Не сказать, что это была прям масштабная команда, но мы справились, и все получилось даже красиво. А вот сколько людей вокруг этого вращались, ну, то есть в виде инженеров разных, ну, то есть девопс и системных, сколько там человек часов безопасность на это потратил, я, наверное, не скажу. Вот, но, да, то есть команда у нас не скажет, чтобы они были монструозные, то есть классическая такая вот для скрама канбана 5-7 человек, чтобы было удобно менеджить вот этими вот доменными штуками и инфраструктурными штуками. Там инфраструктурная команда, которая вот core team, которая занимается, например, сервисами, всякими эти дебасами, ну, то есть датабейсы-сервис, кейвалы-сервис и прочее, у них тоже пять человек. Ну, это не считая там тех, кто бегает вокруг железа. Ну, то есть вы довольно компактными командами решаете такие довольно обширные вопросы. Окей, спасибо за ответ на этот вопрос. Есть еще у нас вопрос по поводу JSON. Ну, как бы, мне тоже это было интересно. С одной стороны, JSON люблю больше, чем я, потому что, ну, там, нельзя сломать все себе одной табуляшкой лишней. Да, вот это, да. Да, но здесь как бы другая, другая как бы проблема. есть в том, что у тебя многострочные литералы не поддерживаются, и, соответственно, SQL-запрос, ну, многострочный, это либо заставляет человека действительно писать все в одну строчку, либо slashn добавлять, и выглядит это, ну, так себе. Как вы эту проблему решали? Мы валидатор написали, чтобы они могли туда вставлять многострочный SQL-запрос, и этот валидатор им этот SQL-запрос преобразовывает. Окей, так, есть у нас еще один вопрос. Кстати, коллеги, кто сейчас в онлайне, проголосуйте, пожалуйста, у нас есть голосовалка, как вам понравился доклад. У нас через 3 минуты нас сейчас выгонят все в комнату дискуссий. Да, давай я задам как бы вопрос от наших слушателей и зрителей, и потом, возможно, еще свой вопрос, если успею. Насколько вы довольны архитектурой Data Vault? Data Vault предполагает большое количество join-ов для построения витрин данных, большое количество join-ов, соответственно, большое количество вычислительных ресурсов. Другие недостатки, ну, да, там, сателлиты и так далее, и так далее. Ну, основной вопрос действительно в том, что как бы join-ы-join-ы, и пока ты сидишь в вертике, у тебя все огонь, как только ты там, типа, Hive, Spark и все остальное, тут уже обычно возникают большие проблемы. Мы стараемся. Ну, тут фишка в чем, что в доменных хранилищах, когда они используют вот эту архитектуру Data Vault для себя, они выбирают хранилище, которое бы оптимально с этим работало. Раскладывать в Data Lake все под Data Vault именно вот в сырых данных мы не будем и не хотим. То есть, ну, как все должно, ну, то есть, всему должно быть рациональное объяснение, все должно рационально использоваться. Тащить Data Vault под Hive, Presto или Spark я не буду. Если там вдруг архитектура предполагает Data Vault, значит, надо решение под него брать. Вот, наверное, как-то так поясню. Ну, правильно ли я понял твой ответ, что вы свой Data Vault строите, скажем так, по принципу максимальной сырости данных, да, и если вам конкретно в каком-то домене нужен там, условно говоря, поверх BI, то вы выбираете какое-то уже там полноценное тестовое решение, будь то там пасгресс, не знаю, вертикальбой, еще что-то, переливаете данные туда и BI направляется. Это всегда кейс-бай-кейс, да, то есть, если требуется там именно, ну, то есть, если Data Vault рационален для аналитики, то он используется, если он уже становится нерационален, то могут быть подняты еще слои. Ну, вот, как, например, у нас, там и на картинке было, что, например, став Data Warehouse, окей, они вот там для всего, чего только можно, используют вся вертику внутри Data Vault, но для быстрого онлайн-слоя они используют ссылу, где кладут вот для сервисов всякие штучки, потому что, если под сервисы положить Data Vault, то можно просто рехнуться. Отлично, ну, наверное, тогда от себя заключительный вопрос в рамках этого выступления, дальше, кстати, у нас выложили ссылку в Zoom, ну, в Zoom комнату, можно подискутировать будет, буквально через пару минут мы туда присоединимся, давай я попробую все-таки задать вопрос, который меня прям сильно интересует с учетом того, что ты сказал, что у вас довольно маленькие команды, как ты уже говорил, у вас есть Data-офицеры, Data-стюрты, которые присматривают, контролируют и так далее, не получилось ли так, что, соответственно, эти люди, или вообще вот эта Core-команда стала узким горлышком, когда у тебя большое количество доменов, в вашем случае, наверное, большое количество, все пилят какие-то свои там мерш-реквесты, все приходят с проблемами, и, ну, не получается ли так, что люди из Core-команды только заключаются тем, что смотрят чужие мерш-реквесты и, собственно, с нормальной разработкой уже не занимаются. На самом деле, мы стараемся тех людей, которые умеют все делать, ну, которые уже нормальные, которых мы научили, от них автоматически принимать реквесты, то есть у нас сейчас, ну, условно, под железной пятой соблюдения всего, чтобы мы их контролировали, только аналитики, ну, которые вот кидают там всякие штуки, типа, а перегоните мне из одной табличку в другую. Да, это, ну, есть накладные расходы на команду именно Core, но, как я уже говорил, что вот офицеры, овнеры и стюарды, они в доменных командах. То есть мы, скажем так, мы обращаем свою веру людей в доменных. Условно, там, пятиминутка ненависти каждый день, чтобы люди соблюдали это. Гоняли команду доменов в нужное направление. Понятно. Вы надсмотрщиков подсаживаете просто в команду доменов. Да, да. У нас культ дата-инженеров, который проник во все домены. Понятно. Ну, на самом деле, у нас прям подходит жесткий дедлайн по нашему выступлению. Видимо, Олег, здесь есть смысл уже передать слово тебе и всем плавно переместиться в зум-конференцию. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok